В детском отделении клиники Филатова не хватает дыхательного оборудования, позволяющего не вводить детям наркоз при обследованиях. По словам врачей, в юном возрасте очень сложно переносить такое состояние, а подобные вмешательства проводятся регулярно. Когда речь идет о лечении излокачественных заболеваний глаза, то это значит очень частые обследования, для того, чтобы посмотреть, насколько удалось опухоль остановить, насколько удалось ее как бы уничтожить, не пошел ли какой-то рецидив или продолженный рост и так далее. Некоторым детям, поскольку это, к сожалению, опухоль у детей самого раннего возраста, до двух лет, где-то 90% детей страдают этим заболеванием, конечно, получение совершенного анестезиологического пособия, вот этого нового аппарата для дачи наркоза, она имеет большое значение, поскольку это работает газово-воздушная смесь, если ребенок подышит, нам буквально нужно несколько минут для того, чтобы посмотреть глазное дно, сфотографировать глазное дно, и дальше уже мы можем на компьютере сравнивать размеры, цвет, окраска и так далее. Тут в основном детки очень маленькие, детки от рождения приезжают, вот в месяц уже приезжает деток, уже привозят туда с очень многими заболеваниями, как и ретинопластома, раковое заболевание, катаракта, ретинопатия, то есть эти некоторые заболевания можно только наблюдать, лечить ты их не можешь, просто поддерживать хоть как-то зрение. Какая стоимость этого? Стоимость аппарата для масочной терапии от 500, самый как бы недорогой, можно сказать, 570 тысяч гривен стоит. Но это очень нужно, потому что всем этим маленьким деткам делают сумасшедшие общие наркозы, понимаете. И бывает, когда ребенок приезжает просто на наблюдение, ему сделали этот наркоз, а на следующий день еще надо делать какую-то процедуру, опять общий наркоз. То есть дети некоторые по 2-3 дня подряд получают общие наркозы, хотя хотя бы вот эту процедуру наблюдения можно было уже облегчить. Сейчас в детском отделении 50 койко-мест, есть много приезжих из других городов. Ко дню защиты детей при поддержке родителей и общественных организаций в отделении провели праздник с аниматорами. Врачи говорят, такие мероприятия не только повышают детям настроение, но и ускоряют процесс лечения и реабилитации. Они очень помогают. Я помню новогодний утренник, у нас лечатся разные детки. Иногда бывает болезнь дауна, которая тоже сопровождается врожденными катарактами. Иногда дети не улыбаются, иногда они какие-то такие все в себе переживают вот эти все тягостные моменты нахождения в больнице. И вот именно вот такой игровой контент. И вы видите, наше отделение, оно немножко необычно оформлено. Мы стараемся какие-то витражи, какие-то картины, какие-то детские сказки. И у нас вот даже был такой момент, когда мы прооперировали ребенка слепого с болезнью дауна, она не ходила, эта девочка. А когда все стали в хоровод и плясать, она заходила и начала уже в начале стульчик двигаться, а потом за деток, а потом пошла сама, мама была счастлива. А что вы играете? Квитушки, змей. Ты долго тут находишься? Ну, десь дойду. Два дни. Первый, второй. Чем обычно обычно? Как проводите здесь время? Ну, в палатах играемость. А даром свято нам будет удобно идти. Организаторы праздника обещают сделать подобные праздники регулярными и организовать сбор средств для закупки необходимого оборудования.